Кого поздравляют с именинами 20 декабря? Те, кого согласно православному канону Кристили Антоном, Василием, Григорием, Иваном, Михаилом и некоторыми другими именами, могут праздновать свои именины 20 декабря. В этот день именинники, те, кто носит исключительно мужские имена, женских имен в святцах нет. Поэтому именины для девочек, рожденных сегодня, в соответствии со старинным обычаем, переносятся на 8 дней. Это даст возможность назвать ребенка в честь его ангела-хранителя и всегда надеяться на его помощь и поддержку. Поэтому выбирать женские имена нужно в честь святых, почитаемых в церковье в указанный период. Также именины сегодня у тех, кого при крещении назвали Никифором, так как память их небесного покровителя, священному мученика Никифора Литвинова, согласно церковному календарю на 2020 год, почитается 20 декабря. Поэтому мальчика, появивший в Гасе на свет сегодня, стоит крестить этим именем и оно станет для человека оберегом. Во многом способствуя формированию характера, это имя наделит своего обладателя деятельной кипучей натурой, оптимизмом, жизнерадостностью и непоколебимой уверенность в собственных силах. История священному мученика дьякона Никифора Литвинова Будучи выходцем из семьи простых крестьян, Никифор привык к тяжелому труду. Однако всегда стремился расти духовно. Он рано наметил свой путь и твердо решил посвятить себя церковной службе. После окончания школы ему пришлось отбывать службу в армии, где он состоял в должности полкового псаломщика. Сразу же после возвращения домой Никифор был принят в церковь его родного села, где поначалу он также читал псалмы и священное писание. А позже был рукоположен в дьяконы. Когда начались гонения со стороны советской власти, службу в Сирятинском храме запретили, а сам храм закрыли. Дьякон Никифор был вынужден перейти в соседние каменки, но и там церковь вскоре закрыли. Дьякон Никифор был арестован по нелепому обвинению в антисоветской пропаганде и приговорен к исправительным работам в дальневосточных лагерях, где он пробыл в течение трех лет. После этого он снова возвратился к церковной службе, но менее чем через год его арестовали во второй раз и, назвав контрреволюционером, расстреляли без суда и следствия. Видео «День ангела» 20 декабря «Все именинники» 20 декабря Продолжение следует...